Согласно постановлению законодательного собрания края, ширина прибрежной полосы, пригодной для отдыха, должна быть не менее 50 метров. Но вот в Сочи далеко не на всех пляжах эта норма соблюдается. После сильных штормов береговая полоса разрушается, но отсыпать её вновь арендаторы не торопятся. В итоге под угрозой комфортный отдых туристов, а значит и имидж курорта. Подобное бездействие недопустимо, считают местные власти и, в свою очередь, готовы помочь арендаторам. Одна из мер – отсыпка пляжей речной галькой. Впервые на рассмотрение её вынес глава Сочи в конце прошлого года на общественном совете. Инициативу вывозить гальку, которая забивает русло рек, поддержал и член Совета Федерации Виталий Гнатенко. Вопрос был передан на рассмотрение в Госдуму. Вообще, речной галькой можно убить сразу двух зайцев, предотвратить подтопление низменных территорий и расширить пляжи. За март-апрель максимум мы должны завести потребуемое количество гальки, забуртовать его там. И потом, после майских штормов, приступить к тому, чтобы эту гальку спланировать и спланировать пляжные территории. Но ждать у моря погоды арендаторы пляжей не должны. Сохранить ширину прибрежной полосы можно и при постоянном уходе. Именно так поступают на пляже Лазаревское взморье. Его арендатор Мануэль Кастарян говорит, что прибрежную полосу приводят в порядок после каждого сильного шторма. Такая процедура, конечно, затратная, но полностью окупаемая. Туристам здесь отдыхать комфортно и они возвращаются вновь. После каждого крупного шторма обязательно загоняем технику и пляж планируем, чтобы море не подъедало. А в принципе, выгоднее, конечно, зимой и летом этим заниматься, чем потом перед сезоном его подсыпать. В ближайшие две недели сотрудники управления по туризму проведут мониторинг всех пляжей курорта. С теми арендаторами, которые не следят за своей территорией, администрация может расторгнуть договор аренды и найти более ответственных управленцев.